Вот, но, с другой стороны, для меня большая ответственность, сразу пугаешься, 25 человек, одна минута пропала из времени, значит, уже 25 минут пропало человеческого времени, огромная ответственность. Вот, ну, давайте, как бы, мой призыв, как всегда, это должно быть совместное творчество, пожалуйста, задавайте вопросы, тема у нас новая, но я постараюсь выработать какой-то темп, чтобы давать возможность спросить и заканчивать темы, и давать возможность спросить. Вот, и тема у нас очень, ну, можно, наверное, можно, наверное, включить запись, если ты хочешь. Да, да, я сделал, конечно. Да, 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 вот, тема у нас очень важная, да, это псалмы царя Давида, это Элим, и они связаны с молитвой, это основа всех наших молитв, потому что царь Давид хотел научить нас обращаться ко Всевышнему, говорить с Ним искренне от всего сердца, как говорится в гемаре Рахмана Либа Баин, самое главное, что требует Всевышнего человека, это сердце, и это не так просто стоять перед Всевышним и разговаривать с Ним искренне и честно. Шевите Гошемлене, где я всегда представлял Всевышнего перед собою, говорит Давид, и мы обязательно вернемся к этой его фразе, к этой его посылке. И, как говорят, когда начинают изучать какое-то литературное произведение, мы поговорим о том, чем псалмы Давида отличаются просто от литературы, Ну, допустим, то всегда нужно сказать хотя бы несколько слов об авторе, мы представляем себе человека необычного, который стал как бы красной линией, проходит красной линией по всей нашей истории, и с ним или с его потомками, с человеком, который должен был бы унаследовать его качества, его свойства, мы связываем и надежду на будущее в том плане, что на установление такой прямой связи со Всевышним. И мы помним, что Давид родился в Бейтлехеме в трудное для сыновей Израиля время, и то, что для нас важно, что его судьба сложилась так, что он в детские годы был оторван от семьи, и не очень был избалован лаской отца и матери, как мы помним с вами. Он на подавляющую часть, большую часть своего времени проводил в пустыне, причем далеко, вдали от людей, и он научился ощущать повсюду Всевышнего, чувствует божественное присутствие. Для него и потоки вод стали словом Всевышнего, и, как он говорит, бездна к бездне взывает, когда он стоял около водопада, как мы можем представить себе, и слышал звук, обрушивающийся сверху воды в водоем, в источник воды внизу. Он представлял себе верхние воды, которые соединяются с нижними водами, духовный мир, который соединяется с нижним миром. И не только представлял, Всевышний помогал ему, открывал для него духовный мир. И постепенно Давид научился действительно повсюду видеть Всевышнего. Про него впоследствии говорят, что то в Рои он хорошо видит. Может быть, и Яфе, и Наим. То в Рои можно перевести как «хорош на вид», а можно перевести «хорошо видит». Яфе, и Наим, у него красивые глаза. Но какая разница, красивые глаза или нет? Красивые в том смысле, что он видит красоту. И мы можем представить себе, что такое красота. Можно говорить о том, как определял Платон красоту. Можно говорить о том, как определяют красоту современные философы. Говорят, что красота – это сенсорное ощущение совершенства. Но по-настоящему для нас и для Давида, как мы можем представить себя, красота, она связана со словом «красота». Яфе. Яфе можно представить себе как соединение двух слов «еш-пе» – «есть уста». Когда мир вокруг тебя начинает говорить, когда ты его воспринимаешь как речь Всевышнего, когда за видимой материей ты ощущаешь мир невидимый, и он говорит с тобой – это и есть красота. Это красота глаз Давида, это как бы то, что о нем так говорится, свидетельство того, что он умел видеть так мир. Действительно, мир, как мы представляем с вами себе, создан речью Всевышнего. Всевышний сказал и создан мир. Не хлопком, не только руками, а он создан речью. Что это значит? Что все, что нас окружает – это обращение к нам Всевышнего, которое мы призваны понять. И окружающий мир, и все, что с нами происходит, и все движения нашей души, мы призваны услышать. Услышать, сделать все окружающее нас живым, говорящим, не просто говорящим, а услышать это как речь Всевышнего. Это, скажем, посылка, первая посылка Торы. Мы можем представить себе, можно по-разному определить цель творения человека, первого человека и вообще человека. И я не буду сейчас делать все ходы, как бы для доказательства приводить все источники. Скажу только, что человек создан для диалога со Всевышним. Коротко можно вспомнить, что когда говорится «я Адамле нефиш хая, и стал человек душою живою», то Таргумонкулос моментально нам говорит «нефиш мемале». Душа разговаривающая, душа говорящая. Что значит живая? Животное тоже живая душа, но есть разная жизнь. Для человека жизнь – это душа говорящая. То есть тот, кто говорит, он умеет понимать речь. И мы понимаем, что Всевышний вдохнул в душу человека для того, чтобы, если так можно сказать, не с ковшутку, было с кем поговорить. Было с кем поговорить по душам. Диалог со Всевышним – это, в общем-то, наше предназначение, цель, ради которой мы созданы. Давид был, как мы легко себе можем представить, человеком очень чувствительным. И то ощущение, которое у него было, мироощущение, восприятие, его, может быть, нельзя сравнить ни с чем, даже с пророчеством. Это не пророчество, как мы привыкли, что Всевышний говорит, открывает какие-то картины духовного мира, оторванные от материального мира. Здесь человек идет по миру, и он ощущает божественное присутствие, он ощущает духовный мир вокруг него. В каждой крупинке он видит целое, целый мир, как мы представляем, как в капле воды может отразиться все небо. Вот так вот Давид воспринимает мир. А в частном для него отражается целое. Его такое ощущение Всевышнего, оно, скажем, проявлялось и как безусловная надежда на Всевышнего. Вот ты идешь, и Всевышний всегда с тобой, и какое бы препятствие на пути не встречалось, какая бы опасность на пути не встречалась, ты не боишься, ты не пугаешься, потому что весь мир – это мир Всевышнего. И ты его чувствуешь рядом с тобой, поэтому мы с вами знаем, что Давид уходил так далеко в пустыню, где люди и не пасут скот, и там выходил на него, как он сам потом рассказывает, и медведь, и лев одновременно, и он побеждал их. Ребенок маленький побеждал их, потому что у него была уверенность во Всевышнего. Также впоследствии он вышел и против Гольятта. То есть это особое мироощущение, которое неизвестно было ли еще у кого бы то ни было, может быть, у Адама до первого греха. Но Давид и в жизни, в дальнейшем, и когда он стал царем, он ориентировался на свои ощущения. И те, с кем мы учили книгу Шмуэля Алиф и Шмуэль Бет, очень хорошо, надеюсь, вспомним об этом. Мы помним, что Давид решил перевезти ковчег в Ярушалае на повозке, на быках, хотя Голоха предполагает, что его нужно нести на плечах. Почему? Потому что он так увидел, он так увидел ситуацию, он так почувствовал, он так понял. Мы можем вспомнить из Гемара, из Рактата Ктубот, то, что нам рассказывают о Давиде, кто сказал, скажем, из чьих слов учат такую посылку, что тот, кто живет за пределами земли Израиля, у него нет Бога. Это Давид. И почему? Понятно почему? Потому что он ощущает святость земли Израиля, он ощущает святое божественное присутствие в земле Израиля, и для него, для Давида, для человека с обостронной чувствительностью и окружающего мира его святости, если ты пересекаешь границы земли Израиля, там уже нету Бога. В том смысле, что там нет его живого ощущения. Конечно, там Бог есть. Но почему он говорит, нет Бога, нету его живого ощущения? Это мировосприятие Давида. Можем мысленно с вами заглянуть в Ктубот на 111-112 лист этого трактата. И также Давид говорил, что тот, у кого нету трех качеств, рахманим, байшаним и гумлейхасадим, то, что мы очень хорошо с вами знаем, милостыдые, стыдливые и стремящиеся оказывать милость, не только чувствовать, не только засрадать, но и оказывать милость. Те, у кого нету этих трех качеств, он не из потомков евреев, не из потомков… Лом из эры Израиля, он не из потомков Израиля. Так говорил Давид, и так он смотрел на вещи. Для него человек, у которого нету качества на вея Израиля, или у которого нету качества у Раама, Ицхака и Якова, он не считал их принадлежащим народу Израиля. То есть, это человек, который, если так можно сказать, если так можно сказать, исходил из чувства, ориентировался на чувства, и у него были на это основания, потому что, опять же, про Давида говорится, и Бог был с ним, Всевышний был с ним. Он ему помогал. То, что мы представляем себе, что это мы, как правило, или, скажем, сразу же нам представляется, человек духовный, тонкий, утонченный, он, как правило, не способен противостоять врагам, противостоять злу – это не Давид. Про него в книге Шнуэль Бетт говорится один о Эцли. Он человек утонченный, с утонченным восприятием мира, и он крепкий, как дуб, как дерево, и то, и другое. Давид выходил в войну, воевал, противостоял врагам и оставался человеком тонким и утонченным. Мы можем представить себе Давида. Он проходит долгий путь, он помазан над царством пророком Шмуэлем, проходит долгий путь, многие испытания. Вот он становится царем сначала в Хевроне, царем над коленом Иуды. Что он делает? Кроме того, что он создает войско, кроме того, что, как бы сегодня сказали, он поднимает экономику, закладывает новые основы экономики, и он сочиняет стихи, как бы тоже, может быть, говоря с нашим простым языком. Он пишет псалмы. Более того, он эти псалмы, свои песни, он играет, он исполняет их, и исполняет ночью, в полночь, мы можем представить себе, как в полночь, начинает звучать кинор, музыкальный инструмент, струнный инструмент Давида. Кстати, можем сказать, что слово кинор и инструмент, в котором мы затрудняемся представить себе точно, что за это инструмент, одно мы знаем. Это инструмент в форме сердца. Кинор говорит о том, что у этого инструмента форма сердца. Также озеро Кенерит, оно также, если мы посмотрим на карту, оно напоминает сердце. И это нам тоже очень много говорит. Вот его кинор, который висел у него изголовья в 12 часов, начинал сам играть, и он вставал, и он пел. И мы представляем себе, что его песнь была слышна во всем хевроне. И Давид писал свои псалмы не просто потому, что душа просила, требовала, не про и, естественно, не для себя. Его идея, если так можно сказать, заключалась в том, чтобы возвысить сыновей Израиля, приблизить их к духовному миру, сделать их людьми чувствительными. И впоследствии, когда Давид готовится построить храм, и мы помним, что в Иерушалайме стоит шатер, в котором стоит Ковчег Завета, на самом деле здание, как мы называем это шатер, но здание похоже на храм, и там служат когены, приносят жертвы когены, когда еще храм не построен, недалеко от дворца Давида. И левиты поют песни, исполняют песни Давида. Каждый раз, когда в храме приносились жертвы, исполнялись песни Давида. В тот момент, скажем, когда происходило возлияние вина, можем представить себе так, может быть, об этом тоже можно говорить, почему так. Пока представим себя каждый раз, когда приносились жертвы, общественные жертвы в храме, то звучали песни Давида, и они также были слышны потом уже, когда был построен храм, они были слышны во всем Иерушалай. Сделать Тору, духовный мир, для сыновей Израиля песни. И что такое песни, тоже, может быть, с вами немножко поговорим. Но сейчас хотелось бы вспомнить еще один момент, который нам укажет на вот этот вот подход, если можно так сказать, Давида к жизни, его стремление, его основную цель в жизни. Он стремится построить храм. Мы можем представить себе, что найти то место, где должен стоять храм, не так-то просто. Сыновья Израиля Авраам был на горе Мурья, он там положил на жертвенник Ицхака, и там должен стоять жертвенник, как мы знаем. Но где это место? Сыновья Израиля были в Египте столько лет, потом завоевывали землю. Никто уже не помнит, где это было место, даже приблизительно. И вот Давид, мы можем представить себе, он еще с детства, он родился в Бетлехем, недалеко от Рушалаема, выходя со стадом куда-то в пустыню, в горы Иуды. Он смотрит на город Евусеев, в то время как бы он занят Евусеем, и он чувствует святость. Он ощущает святость этого места, и он знает, что там должен стоять храм, и опять он идет со стороны чувства. И первое, что он делает, когда приходит к нему колено и объявляет ему царем, как вы помните, он завоевывает Рушалаем и переносит туда ковчег завета, стремится построить храм. И вот Агадда в трактате Маклоп рассказывает, что Давид, когда искал место храма, он нашел два отверстия, которые были, или, если мы пойдем по Талмуду и Рушалу, он нашел, как вы помните, может быть, мы с вами разбирали в Шмуэльбе, разбирали, нашел кувшин, который закрывает вход в бездну. Кувшин, который закрывает вход в бездну. Кувшин для воды. И естественно, что Агада говорит образами. Кувшин этот, как говорит Агада, стоял там с момента дарования Торы. То есть как бы с момента дарования Торы приготовлен сосуд для того, чтобы наполняться законами Торы. знаниями Торы. И этот сосуд закрывает воды бездны. И Давид отодвигает этот сосуд, и воды начинают идти снизу и угрожают затопить весь мир. Затопить весь мир. Пока он не начинает играть свои псалмы, песни ступеней, как мы с вами тоже, может быть, посмотрим 15 песеней ступеней, воды не успокаиваются. И образ здесь понятен. Давид хотел построить такой храм, в котором человек чувствует духовный мир, волю Всевышнего, настолько, что ему Тора не нужна. Ему не нужно идти от головы. У него все идет от сердца, и он не ошибается. Как мы знаем, Всевышний не дал построить Давиду такой храм, потому что народ, а может быть, мир, не были готовы к этому. И вот как бы так мы можем представить себе, можем представить себе Давида, Давида, который стал основой, песни, чьи песни стали основой наших молитв. Теперь я хотел с вами не идти подряд, а выбирать выбирать псалмы, которые как бы может быть наиболее важные, может быть, которые нам построят какую-то линию, которая есть в псалмах, кроме, естественно, того, что последовательность их важна, есть еще, может быть, какая-то в них и своя внутренняя внутренняя логика, которую мы можем попробовать уловить и связать псалмы, которые, может быть, не стоят один рядом с другим. Вот. И я хотел посмотреть с вами сегодня 139-й псалом, в котором говорится о сотворении Адама, об ощущениях Адама, когда он был сотворен, о проблеме Адама, может быть, главной проблеме первого человека, который, в общем-то, является проблемой, можно сказать, всего человечества на протяжении всей истории. И говорят, что душа Давида была связана с душой Адама. Мне представляется, что это важно, только если мы видим эту связь, просто если называть, что Давид, он связан с душой Адама, говорить о переходе души и так далее, я не очень сторонник, потому что мы все равно не понимаем, что такое переход души. Если мы видим похожесть, одинаковость людей и одинаковые проблемы, которые стоят перед ними, это другое дело. Просто говорить, что это та же самая душа, это нам ничего не дает. Мы этого, во-первых, не знаем, не понимаем, как душа может переходить, что такое душа, когда она переходит в другое тело и так далее. Просто не хотелось бы как бы вдаваться и запутаться в этих вопросах, которые не самые главные. А вот связь Давида с Адамом, она, да, есть, ее подчеркивает Медраж, который говорит, что Адам прожил 930 лет, хотя он должен был прожить тысячу лет. И Медраж говорит о том, что он 70 лет оставил, и 70 лет оставил человеку, который должен прийти и исправить, или, по крайней мере, заложить основы исправления его ошибок. И это 70 лет, это Давид, да. Зачем нужно оставлять кому-то какие-то годы, тоже, что мы из этого можем представить и понять, да, что такой душе, как Давид, да, человеку с таким мировосприятием, с мироощущением очень трудно войти, такой душе, душе такого человека, очень трудно войти в мир, да. И нужны какие-то, какая-то поддержка духовного мира, какие-то основы духовного мира для того, чтобы он мог удержаться в этом материальном мире. Вот. И, скажем, вот в этот момент я бы хотел открыть 139-й псалом. Вот. Сейчас мы постараемся это сделать с вами. Немножко у меня тут потребуется мне одна секунда, потому что некоторые... нужно найти одну секунду, одну секунду, одну секунду. В псалму я для вас поднял изображение, рисунок, художественное произведение, которое я очень люблю. Это Абель Пен, художник Абель Пен, который рисовал в начале 20-го века, в середине 20-го века. И вот он представил так Давида. По-моему, очень хорошо соответствует всему тому, что мы говорили о нем. Теперь вернемся к 139-му псалму и попытаемся представить его, его текст, дирижеру. Мы представляем себе, что псалмы Давида были написаны для того, чтобы они исполнялись в храме. И часто они начинаются словами дирижеру или мы не видим. Я думаю, что я вам не открыл текст на самом деле. И думаю, что изображение вы тоже не видели. Правильно? Так, секунду. Сейчас видим только тебя. Сейчас видите только меня. Это текст вы видите, да? Да. Отлично. Значит, вот это изображение Абель Пан, которое я думал, что вы видите, а вы его не видели. Мне кажется, что это изображение очень соответствует всему тому, что мы говорили о Давиде. Очень здесь точно поднят отображен его характер. И теперь 139-й псалом дирижеру. Есть псалмы, которые начинаются словом дирижеру. Есть псалмы, которые называются дирижеру на таких-то инструментах. мы представляем себе большой длинный ряд левитов, стоящих на ступенях, самые разные инструменты, и их так много, что у каждой группы, скажем, инструментальной, если так можно сказать, у них свой дирижер. И иногда слово дирижер дополняется дирижер для таких-то инструментов. И Давиду напев, я перевел таким образом слово перевел таким образом слово мезмор. Может быть, это не совсем точно, но то, что мы можем здесь представить, Лыдавид мезмор. говорят, что когда, если сказано, мезмор лыдавид, то сначала пробуждалось вдохновение свыше, и Давид его как бы подхватывал. Если говорится, лыдавид мезмор, то Давид начинал размышлять о чем-то, думать, его мысль устремлялась в какие-то высоты духовные, и тогда ему приходил ответ, как некоторый, может быть, стих, приходил ему ответ. И вот здесь мы видим, что Лыдавид мезмор песнь Давиду. Песнь Давиду, то есть ни одна его песня, естественно, она не без помощи свыше, не без божественного духа. Вопрос, где начало? Давид, его размышления, или Всевышний со своей стороны пробуждает Давида, чтобы он подумал о чем-то, возвысился духовно. И в мир вошла новая песня. Есть слово шир, песня, а есть слово мезморя. То и другое мы часто переводим как песня, Но земмер это какая-то мелодия, тихий, как, если так можно сказать, тихая игра на инструменте. Что-то человек подбирает какую-то мелодию, настраивает. Это он мезамер, он что-то напевает или наигрывает. А шир это и шир это песня. Слово мезмор, там видно земмер. Это земмер связано с, скажем, обрезанием сухих ветвей, с ножницами, которые обрезают сухие ветви. То есть человек идет от противного, он что-то ищет, он что-то отбрасывает. Он отбрасывает неверные пути, отбрасывает неверные мысли, отбрасывает неверные категории, у него идет поиск. Шир там те же буквы, что и слово в слове ешар, прямой, прямая связь с высшим миром, состояние близкое к пророческому, не только божественный дух, но вот возвышенное состояние близкое к пророческому, аз ешир мошэ, тогда запел мошэ, пророческая песня. У нас есть еще такое слово алель, которым Давид также пользуется. И у нас говорится, что в книге Малахимбет, в комментариях в Агадот книге Малахимбет говорится, что никак не могу поймать полный текст. Ну, да ладно, сейчас попробую уменьшить его, может быть, вот, и тогда поставить его микро, говорится, что царь Хискияху, когда для него было сделано чудо, он не сказал шир, песнь, не сказал песню Вишнему, однако он сказал алель, да, алель это хвала, которая идет, скажем, как бы от от разума, от понимания, да, а шир песню, она захватывает человека, она возвышает его на пророческий уровень, вот говорят, что Динахискияху не в том, что он не оценил чудо Всевышнего, он оценил его, он не возвысился по определенным причинам, о которых можно говорить, когда мы будем рассматривать Кигу Малахимбет, он не возвысился до пророческого уровня, дошел до такого восторга, и это стало его виной. Теперь то, что может быть важно здесь упомянуть, когда мы говорим Ледовид Мизмор, Мизмор Ледовид, то, что здесь может быть важно упомянуть, это то, что говорит Рав Кук. Он говорит о том, что все культуры народов, человеческие культуры, если так можно сказать, они строятся силой воображения. Можем представить себе, действительно, есть окружающий мир, есть то, что человек видит, то, к чему он привык, для того, чтобы куда-то вырваться из этого мира, нужна сила воображения, представить себе, что этот мир скрывает за собой, обобщить как-то, построить какие-то параллели, метафоры. Вот сила воображения, она является движущей силой любой культуры, и любая культура, она ограничена и не вечно, потому что она исходит из силы, из той силы воображения, которая как бы есть у человека, идет у человека, у человека есть душа, это, как бы, можно сказать, великий инструмент, душа может петь, душа может расширить воображение человека, вот, это все замечательно, но только, скажем, как говорит Равкук, можно сказать, иудаизм, можно сказать, еврейская культура, они отличаются тем, что здесь не только порыв души, здесь не только сила воображения, сила воображения соединяется с тем, что дает Всевышний, и тут получается такой момент истины, что я не только себе представил что-то, это хорошо, я пытался вырваться за рамки ограничений материального мира, я бы пытался это сделать, но есть ведь как бы и, если так можно сказать, и у духовного мира есть объективная реальность, и ее приоткрывает Всевышний, и волна, и порыв души накладывается на то, что дает Всевышний, тут получается момент истины, момент вечности, да, и вот в этом, этим как бы нам и важно, да, Ледавид Мизмор, Мизмор Ледавид, Давиду, Давиду песнь, Давиду напев, или напев Давиду, какого бы, каково бы здесь не было начало, соединение порыва души с Божественным Духом всегда присутствует, начало снизу, начало сверху, соединение души с Божественным Духом, оно всегда присутствует, И мы пробираемся с вами дальше. Что же говорит Давид? Этот псалом интересен тем, что Давид, как пророк, он пересказывает ощущения первого человека, Адама, когда он был сотворен. Есть несколько таких псаломов, когда Давид говорит слова Маше, которые он не мог знать из Торы. Но как пророк он поднимает пласты прошлого, важнейшие пласты прошлого, и выносит их, привносит их в мир, можно сказать, условно говоря, выносит их на бумагу. Бог говорит Давид словами Адама, ты изучил меня и узнал. Ты знаешь, когда я сяду, сяду я и встану, понимаешь мысли мои издалека, путь мой и ночлег мой окружаешь ты, и ко всем путям моим привык ты, ибо нет еще слова на языке моем, как знаешь ты его Бог. Что это за слова? Слова радости? Слова благодарности? Посмотрим. Вдруг мы сможем здесь как-то увидеть и зацепиться, о чем идет речь. Сзади и спереди ты объемлешь меня, и возложил на меня руку твою. Удивительно знание для меня. Высоко не могу постичь его. Что не может постичь Адам, мы тоже с вами пытаемся представить. И вдруг, куда уйду от духа твоего и куда от тебя убегу? И тут мы понимаем, что это не благодарность, это не радость, это не восторг, это проблема. Адам куда-то хочет уйти от духа всенышнего. Адам хочет куда-то убежать от него. Поднимусь ли в небеса, там ты. Он мечется, ищет со всеми теми огромными силами, которые ему даны в первый момент творения, в первый день творения. Что он ищет? Он ищет место, скажем так, где нет Всевышнего. Поднимусь ли в небеса, там ты. Что он ожидает? Я сейчас взлечу высоко, и там нет тебя, там только я. Постелю ли себе в преисподней, вот ты. Куда-то я вниз устремляюсь, в каком-то смысле в преисподней. То ли в глубины земли, неважно, то ли куда-то в темноту. Но я пытаюсь подняться, там ты. Я пытаюсь опуститься куда-то, там ты. Возьму ли крылья утренней зари, поселюсь ли на краю моря, и там рука твоя поведет меня, и держать меня будет десница твоя. Я пытаюсь лететь быстрее света, и что же я вижу? Твоя рука передо мной, и твоя рука сзади меня. И держать меня будет десница твоя. И скажу я, только тьма скроет меня. Я попытаюсь скроется, лететь быстрее света не получается, я попытаюсь скрыться в темноте. И ночь – свет для меня. Но что же оказывается? Темнота – это свет. Мы знаем, что первозданный свет, как говорится, первые шесть дней творения, свет и темнота служили вместе. Их трудно было разделить. В этом есть смысл, можно говорить об этом. Но давайте пока себе просто образно представим, что темнота может превращаться в свет. Или, как бы мы сказали с вами, удаление от Всевышнего, оно может превращаться в приближение. Ведь от Всевышнего на самом деле нельзя удалиться. И вот попытка удаления от Всевышнего или, скажем, какой-то момент удаления от Всевышнего, он заканчивается приближением ко Всевышнему. И темнота и свет, они служат вместе. Свет – это луч связи, который связывает, прямой луч связи, который связывает с источником жизни. Но оказывается, что и темнота – это точка прямого соединения с тем же источником жизни, только скрытая. И вот я устремляюсь в темноту, там вроде бы нету этой связи прямой со Всевышним. И что? Ночь – свет для меня, но и тьма не скроет меня от тебя. И ночь, как день, светит тьма, как свет. Здесь можно разбирать каждое слово, но если будут какие-то вопросы, мы можем с вами углубиться. Но самое главное, мне хотелось бы с вами ухватить идею. И мы понимаем, что мешает Адаму. Ему мешает, как он представляет себе. Он занят поиском, что такое я. Если повсюду Всевышний. Если он знает все мои мысли наперед. Если он знает, куда я пойду, я еще не пошел. Где я сяду, я еще не сел. То что же такое я? Я хочу ощутить себя. А для этого мне нужно найти какое-то место, где нет его. Хотя бы на мгновение. Я должен знать, что такое я. И ничего не получается. И это тяжело. И заранее мы можем с вами сказать, что, скажем, психологически, это самая большая духовная проблема человека. Человек ищет себя. И ему кажется, что как свеча перед солнцем теряет свое значение, так и он перед Всевышним теряет свое значение еще больше, чем свеча перед солнцем. Он просто нет его. Нет. А каждый хочет быть. У него заложено это желание быть. И это ошибка отдельных людей и отдельных народов, которые в конечном итоге приводят к такому противостоянию со Всевышним. Иногда в борьбе со Всевышним, к желанию оттолкнуть его, как у строителей Вавилонской башни. Человек теряет себя со Всевышним. Ответ на эту проблему. Есть несколько ответов на эту проблему. Это парадокс духовного мира. В духовном мире все работает по-другому. Человек исходит из представлений материального мира. И это уже плохо. А духовный мир, он работает несколько по-другому. Например, в материальном мире действует закон Архимеда. Шарик опускают в воду, он вытесняет в воду. В духовном мире не так. В духовном мире есть, так можно сказать, чем больше Бога, тем больше человека. Чем больше человек приближается ко Всевышнему, тем больше раскрывается сущность, собственное я, человека, созданного по образу и подобию. Пылает это солнце, как бы, да. И оно ни в коем случае не умаляет света свечи. Ни в коем случае. Оно только усиливает этот свет. Делает его более значимым. Это парадокс духовного мира, который многие люди не понимают. Человеку очень часто тяжело с Богом на уровне подсознания, может быть. И человек так же, как Адам, он хочет спрятаться от Всевышнего. Есть и другой ответ. То есть это один ответ, скажем, формула. Чем больше Бога, тем больше человека. И другой ответ. Тот, кто любит, он не спрашивает, кто я. Он спрашивает, кто ты. Любовь и знания в Торе – вещи очень близкие. Ты не можешь любить и не знать. Ты не можешь знать и не любить, чего же ты там ищешь, если там любить нечего. То есть любовь и знания – очень близкие вещи. И когда человек любит Всевышнего, относится к нему с любовью, он не спрашивает, кто я, куда я делся. Его интересует, кто такой Всевышний. Понять глубже его мысли, его добро, его абсолютное благо. Смысл творения мира, познать сущность Всевышнего – это то, что снимает эту проблему «где я?». Теперь можно ли узнать сущность Всевышнего? Я лично категорически против того, чтобы говорить, что мы не знаем сущность Всевышнего. Мы не можем знать сущность Всевышнего. Знание по самому себе сложный аспект. Нужно определить, что такое знаешь. А знаешь ты мозгом, а знаешь ты душой, а знаешь ты сердцем. А что такое знание? Но ты само по себе говорить, что мы… Ведь важна иногда риторика, то, что человек говорит. Я против того, что вы говорите, что мы не знаем сущность Всевышнего. Говорите, что мы не знаем, что такое электрон. Мы не знаем, где электрон находится. Пожалуйста. Но сущность Всевышнего я знаю. Сущность Всевышнего – это добро, абсолютное добро. Его желание – это желание творить добро. Желание творить добро. А желание – это, если не сущность, то самый близкий момент к сущности. Скажи мне, чего ты хочешь, я скажу, кто ты. Всевышний хочет добра. Исходная точка – я знаю сущность Всевышнего. Не убеждайте меня, что я ее не знаю. Я не хочу молиться тому, кого я не знаю. Я знаю. Я знаю его. Это абсолютное добро. Нет никаких оснований ни в Торе, ни в каком другом месте сказать, что мы не знаем сущности Всевышнего. Но, к сожалению, в нашу философию еврейскую вошел этот момент. Мы не можем знать сущности Всевышнего. И начинается. В книге Зоор есть очень красивый момент, который связан с тем, что мы с вами обсуждали. В книге Зоор говорится, что есть верхняя граница небес или верхняя граница знания. И она называется «ми». Кто? И кто – это «ми». Это имя Всевышнего. И мы попадаем опять в парадоксальную еврейскую мысль. Как вопрос может быть именем? Как вопрос может быть ответом? Ведь имя – это какой-то ответ, какое-то обозначение. А я спрашиваю «кто?», а сам вопрос уже «кто это имя?». И это великолепнейший момент, что человек, который спрашивает «кто?», «кто ты?», обращаясь ко Всевышнему, он обязательно получает ответ. Как он получает этот ответ? Не на вербальном уровне, на уровне души, на уровне событий, которые с ним происходят в жизни, на уровне какого-то раскрытия пророческого, близкого пророческого во сне. Я не знаю, но ответ есть. И поэтому говорить, что мы не знаем сущности Вишнего и не спрашивать, кто ты – это самое гиблое дело с точки зрения Зоор. И вот мы поняли проблему Адама, которую Давид так прекрасно вытащил на свет, на бумагу, показал нам. Теперь мы понимаем, что слова Давида в этом псалме, они переплетаются, слова Адама переплетаются в этом псалме со словами Давида. Кроме проблемы, здесь есть исправление. Пришел ли Адам к этому исправлению? Мы увидим, видимо, пришел в какой-то степени. Давид говорит про себя. Он пришел к исправлению этой проблемы. И он говорит, Давид, ибо ты создал почки мои, соткал меня в чреве матери моей. Я человек, я родился, да, и ты создал почки мои, скажем, да, почки – это обычно образ совести, там, скажем, да, каких-то внутренних моментов, которые есть у человека, может быть, подсознание – это такой образ вторит. Вот, ты знаешь самые сокровенные, как бы, мысли мои, да, входишь в мои почки. Когда ты соткал меня, только еще творил в чреве матери моей, ты творил меня там, да, вот. Я не просто родился, ты меня сотворил. Славлю тебя, потому что удивительно устроен я. Удивительно – это значит, я не могу понять, чудо. Адам это говорил с упреком, Давид это говорит с похвалою, как бы с хвалою, с благодарностью Всевышнему, да. У меня есть душа, ее соединение с телом, я не могу понять, да. Но это прекрасно, ты меня создал, да. Я славлю тебя, потому что удивительно устроен я чудесно, чудесные деяния твои. Душа моя знает, это хорошо очень, да. Если можно, как бы, высказывать какие-то упреки Всевышнему, только это, скажем, на уровне тела, на уровне материального мира. Душа-то знает все. Раби Юханан говорит, Рав Кук говорит в своей книге «Влада Рея», что душа постоянно стоит перед Всевышним и молится Всевышним. Душа – это луч прямой связи со Всевышним. Рамбам говорит, душа – она одна. И это, как бы, я бы сказал, в противовес стане, где говорится, что есть душа божественная, есть душа животная. Божественная душа и животное – это образы, как бы, приблизительно. На самом деле душа – она одна, это луч прямой связи со Всевышним, и душа, она знает все. Проблема ее – как войти в этот мир, как внести в мир это знание, как привнести эти знания в мир, да. Не было скрыта от тебя сущность моя, когда созидаем был в тайне, образуем в глубине земли или в глубине тела матери, или он, как бы, перебрасывает Давид, перебрасывается на Адама в момент его творения. Как бы он посмотрел на вещи, если бы он был Адамом и был творим в глубине земли. Вот. И дальше, да. Но что я бы сейчас сделал, да. Ну, давайте, наверное, все-таки мы закончим. Псалом не была чудесной деянием твоей душа моя, знает это хорошо, не была скрыта от тебя сущность моя, когда я созидаем был в тайне, образуем в глубине земли. Неоформленным видели меня очи твои, да. Ты только делал меня, творил, как ты хочешь, по твоему желанию, да. Ты творил меня, да. И ты видел меня, еще не оформленным. И в книге твоей записаны все дни, когда сотворены будут, да. Когда сотворены будут. И мне означен один из них, да. Все прекрасно, ты знаешь все. Ну и что, да. Какая проблема? Я это все принимаю, да. Меня интересует, кто Бог. Я хочу говорить с ним, но меня не интересует, где я, где моя свобода выбора. И как трудны для меня помыслы твои, Бог, как великое число их. Я их не постигаю, да. Стану ли считать их многочисленнее, песка они. Все твои замыслы каждый день, их не пересчитать. Пробуждаюсь, пробуждаюсь, и я с тобой. И это меня не тяготит. Я спал, я не помню себя, но я открыл глаза, и я с тобой. И это радостно. «Если бы умертвил ты меня, Бог, нечестивого, а вы, люди кровожадные, тебя с коварством произносят в суе имя твоего». «Если бы умертвил ты, Бог, нечестивого». Я прошу прощения, может быть, я сбиваюсь, потому что я уже немножко тороплюсь, хочется с вами успеть что-то. «Если бы умертвил ты, Бог, нечестивого, а вы, люди кровожадные, удалитесь от меня. Те, что призывают тебя с коварством, произносят суе имя твое, враги твои, ведь ненавидящих тебя, Бог, ненавижу я, и с восстающими на тебя ссорюсь. Полной ненависти ненавижу их, врагами стали они мне». Самая большая проблема в этом мире, сотворенном для Давида, это не «кто я, где моя свобода выбора», а то, что в мире существует зло. Как соотнестись с этим? Как Всевышний, который благо? Почему существует зло? Единственное, что я не знаю, я только могу молиться, чтобы Всевышний убрал злодеев, чтобы не было в мире зла, и я ненавижу зло, ненавижу зло, какое бы ни было, откуда бы оно ни бралось, потому что оно не соответствует сущности Всевышнего или оно скрывает Всевышнего. «Исследуй меня, Бог, и узнай сердце мое, испытай меня и узнай мысли мои». «И посмотри, не на печальном ли я пути, и веди меня по пути мечтому». Вместо того, чтобы скрываться от тебя, я прошу, ты исследуй все мысли мои, исследуй все. И вместо того, чтобы искать, как убежать от тебя, я говорю тебе, веди меня по пути, по которому ты хочешь. Это жизнь моя, и это цель моя. Мне кажется, что в этом псалме все как бы основные ключи отношения, взаимоотношения человека со Всевышним. Конечного с бесконечным. Мы знаем, что сыновья Израиля, еврейский народ всегда оставался непонятым, даже в древнем мире был предметом насмешек из-за того, что мы говорим, что есть прямая связь конечного с бесконечным. Это отрицают философы, скажем, философия как принцип, по крайней мере, скажем, если говорить о древней философии греческой, отрицает пророчество как прямую связь конечного с бесконечным, в принципе, отрицает. И мы видим эту проблему, видим эту проблему, конечный и бесконечный. Если есть бесконечный, то где конечный? Нет его. Оказывается, есть. Оказывается, есть. Частное в общее проявляется через частное. В одной капле отражается весь мир. И если мы это не понимаем, если мы это не принимаем, если мы этому не рады, то мы в большой проблеме. Я останавливаюсь здесь и хотя бы несколько минут, две-три минуты, если Натан нам даст, и мы посмотрим, какие у нас есть вопросы. Я включил народу микрофоны, пожалуйста, те, кто хотят задавать вопросы, пожалуйста, можно задавать. Можно вопрос? Да, пожалуйста. А правильно я понимаю, что вот этот Псалом Адам сказал, когда он пробовал скрыться от Всевышнего в гуще деревьев? То есть это, по сути, процесс раскаяния Адама, после того, как он съел запретный плод? Не совсем понял вопрос. Попробую что-то сказать. Когда Адам прячется в гуще деревьев, это не раскаяние, это продолжение греха. Мы с вами видим, что до греха, что мир отражал ощущение и, так сказать, мировосприятие Адама, которое у него было, мир моментально это отражал. Адам был создан так, что Всевышний был повсюду, и диалог с ним был возможен везде, и представить себе, что где-то можно скрыться от Всевышнего, пока ему не пришла такая вызова в голову, Адам не представлял. После греха говорится, что и открылись глаза их обоих. Рамбам Марену Хим говорит, что, что значит открылись глаза обоих, они совершили преступление, получили награду? Нет, одни глаза закрылись, а другие открылись. Глаза более полные закрылись, а открылись глаза те, которые видят с точки зрения материального мира. Если до греха Адам воспринимал Всевышнего повсюду, то после греха он воспринимает его как свет солнца или связанный со светом солнца. Ру-Гайом, то, что говорится Всевышний прогуливается, Ру-Гайом, Раша и все комментаторы моментально скажут, что Ру-Гайом – это движение, Ру-Гайом – дух дня, это движение солнца. То есть вместо того, чтобы видеть глобальный свет, Адам сосредотачивается только на свете солнца, и он прячется за деревьями, потому что ему кажется, что можно спрятаться. До этого ему, до греха ему такая мысль в голову не могла прийти. То есть как он хотел, так он и построил мир. Он хотел мир, в котором можно спрятаться от Всевышнего. Пожалуйста, пожалуйста, по крайней мере, ему так кажется. Он уже живет с этим восприятием. Он не может от него избавиться от этого восприятия, что Всевышний не повсюду. Всевышний связан со светом солнца, и за деревьями, в тени деревьев можно спрятаться от него. Это то, что происходит, скажем, да? Тимофея, мне немножко удалось ответить на ваш вопрос. Да, да, конечно. Спасибо. Теперь, вот я вижу, что Ефим хотел что-то спросить. Да, 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 Розеев, большое спасибо за эти беседы. Знаете, что у меня просто такое предложение или просьба. Может быть, сейчас, если вы на русском языке, есть перевод с сохранением ритмики Давида, Солмо, Веры Горд. Я не потяну это. Я сразу вам говорю. То есть, понятно, что тема бесконечная. И я просто не потяну этот момент, восстанавливаю сейчас знаки кантеляции, о которых мы, может быть, тоже поговорим. О том, что такое музыка, что такое песня. Мы только начали затронули эти моменты. Музыкальные инструменты, струнные, духовые, и все это есть здесь в темах псалмов. Дай бог нам до этого добраться. Но конкретно восстанавливать, как бы говорить, соотноситься со знаками кантеляции псалмов, мне очень трудно говорят, что есть книги, они называются «Сифре и Мет». Это Иха, Мишлей и Таилим. Три книги, знаки кантеляции, которых мы не знаем. Может быть, их может кто-то восстанавливать, я не знаю, но это то, что утрачено. Эти знаки кантеляции мы читаем приблизительно. Что-то хочется еще спросить? Да, можно вопрос? Да, пожалуйста. Я хотела спросить, является ли Давид реинкарнацией души Адама? И есть ли он это делает тоже исправление? Как вы сказали, вот Адам, он хотел убежать, а Давид искал. И есть ли в этом тикун? Мне кажется, во-первых, я бы попросил уйти от всех этих представлений, реинкарнация. Я бы просил уйти от всех этих представлений, потому что мы просто не знаем. Есть у Аризалия, скажем, шар Гугулин, вот как бы ворота реинкарнации, где там есть красивые вещи, и он описывает то, как переходит. И есть там реинкарнация, есть связь души, есть связь части души. Мне кажется, что неправильно пользоваться этим. И я хочу вернуться к тому, что я сказал вначале. Если увидеть похожесть людей, связь людей, это пожалуйста. Увидеть одинаковые задачи, увидеть исправление того, что было привнесено в этот мир кем-то, а кто-то пришел это исправить, пожалуйста. Но говорить о связи души и пользоваться понятием Гугулин и реинкарнации я немножко против. Можно посвятить целый ряд уроков этому. И опять же, для того, чтобы просто понять систему, то, что говорят наши мудрецы, но не для того, чтобы реально соотноситься с этим и искать там, тем более, чья реинкарнация я и чья во мне душа и так далее, да, мне кажется, что это уводит нас от проблемы, да. Проблему мы с вами поняли на самом деле, да. Есть Адам, есть первая психологическая проблема сотворенного человека, да. И есть Давид, который иначе смотрит на вещи. Мы не случайно рассказывали, мы говорили о нем, мы можем представить этого человека. Это человек, который повсюду ощущает, если не Всевышнего, то духовный мир, его присутствие, и он рад этому. Он никуда не бежит от этого, да. Он, наоборот, старается усилить постоянно свое чувство. Это то, что важно для нас, понимаете. Это то, что важно для нас. Как там связаны их души, да, вот, как бы, да, и что такое душа, да, скажем, это, ну, я бы сказал, это, как говорят, чужая душа потемки, само понятие душа потемки. Вот представление такое, как бы схематическое, модельное, оно нам очень помогает. Душа – это прямой луч связи с источником жизни. Вот это нам очень помогает. А вот как там душа Адама, она разделилась, она куда-то ушла, потом она пришла обратно в мир. Я бы просто не хотел поднимать эти вопросы и просил бы вас не задаваться этими вопросами, потому что они нас уводят и запутывают. Мы уходим в план мистический. План мистический, он хороший, но это неправильный мистический план, понимаете. Оперировать понятиями, только вот кто с кем связан и так далее, да, нужно увидеть суть проблемы, да. А чья там душа и как она ходит, да Бог с ним, да. Всевышний разберется. Что-то еще хочется спросить? Да, у меня есть маленький вопрос. Я буду слиха не про инкарнацию, а про дирижеров. Можно? Да, да, пожалуйста, да. Я хотел спросить технический вопрос. В ламинациях, то, что Робейну, Робейну, имеется в виду Равзеев, сказал перевод как дирижер. Робейну, ну ты знаешь Робейну. Окей, а что вообще, ну все-таки дирижер, ну мы имеем в виду как бы оркестра, да, ну я как бы по неграмотности, правильно? А что значит дирижер все-таки пассатного отношения к царю Давиду? Значит дирижер. Ну то есть какие-то мунахим терминологии, которые, я не знаю, акапелла, сопрано, туда-сюда, первая скрипка. А что, ну что такое аминациях? Что такое было аминациях, ламинациях? Ну я не знаю в первоначальном понимании. Трудно сказать, я затрудняюсь сказать точно. Единственное, что опять же общее представление перед нами, как мы представляем себе, царь Давид, во-первых, пишет партитуру, пишет, да, по крайней мере он указывает, кто ведущая партия, кто, если не соло, то как бы группа сольных инструментов. Мы представляем себе большое число левитов, которые специально учатся с детства петь. Левиты есть разные в храме, есть те, которые закрывают, открывают ворота, это их, как бы, службы в храме, есть те левиты, которые исполняют в храме работу. Работой в храме, главной работой, называется песней. Вот как говорят наши мудрецы, песня в храме – это главная работа, не жертва. Жертва – это повод, как бы, для того, чтобы спеть песню. И вот этих левитов, они выстраиваются на ступенях. Во втором храме это были 15 ступеней, которые ведут из внешнего двора во внутренний двор. Во внешнем дворе было большое число народу, у них на виду выстраиваются левиты. У всех у них инструменты музыкальные, на которых играли не только они их деды и прадеды играли, у каждого, как бы, своя роль, да, их много, да, и есть несколько дирижеров. Мне трудно сказать, как они соотносятся друг с другом, они смотрят друг друга, или есть дирижер для дирижеров, трудно сказать. Но у каждой группы инструментов, да, есть свой дирижер. Есть, по всей видимости, и главный дирижер, да, и, скорее всего, здесь Давид обращается к главному дирижеру, да. И, безусловно, конечно, была традиция, была, так сказать, партитура, которая была расписана Давидом или передана, как традиция, как это исполнять, как это должно исполняться, потому что, безусловно, и музыка, ее исполнение, звучание, безусловно, оно затрагивает душу и возвышает душу, да. И вот это все, что я могу сказать, да. Если что еще точнее, как бы там, как дирижер, как он действовал, как делал учился, я затрудняюсь. Ну, вообще, сам Давид, сам Давид, когда он писал, творил псалмы, он, ну, как бы, я не знаю, можно предположить, что он имел в виду исполнение именно в храме. Все-таки, наверное, так просто, ну, вот человек, который пишет какое-то произведение, правильно, особенно музыкальное, он, как бы, по-видимому, предполагает, где оно будет исполняться. Он пишет для оркестра, он пишет, я не знаю, для камерного оркестра, для квартета там и так дальше, понимаешь? Либо это бессмысленный вопрос. Нет, это не бессмысленный вопрос. Мы видим, что для Давида все его, как бы, сосредоточение, всего его существа или, по крайней мере, всех его мыслей – это храм. Храм, как то, что пробудет чувствительный мир, душу сыновей Израиля, возвысит их. И он пишет псалмы для храма, он может играть их у себя дома, он может играть их в Хевроне, не в Ярушалайме. Но цель для того, чтобы псалмы исполнялись в храме. Почему именно в храме? Можем представить себе это место, где есть божественное присутствие. Там, как бы, резонанс духовный. Он усиливается, доходит до каждой души. Все, что происходит в храме, чувствуется во всей земле Израиля. Он пишет для храма. Конечно, для сыновей Израиля, для возвышения их души. Но храм для него есть, так образно говоря, усилитель. Именно там они должны исполняться. Именно в момент принесения жертвы должны звучать псалмы. Естественно, можно поговорить и о смысле жертвы, и почему это так. Может быть, мы это сможем затруднить. Но вообще, последний вопрос задаю и замолкаю. Вообще, кроме устной традиции, которая говорит нам об авторах Тейлим, правильно? У нас нигде в письменной традиции нет прямого упоминания. То есть, грубо говоря, в книге Шмуэля, в клубе Малахим. Нет такого, чтобы был пасук, который бы договорил. А после этого сел царь Давид и написал псалом такой-то. То есть, ну, мы видим, что Мизмор и Давид, это как были Давидами. Ну, Мизмор и Давид, да. Да, это понятно, что он писал. Я не стал делать долгое научное введение. Есть псалмы, которые вошли, это не строки, не слова Давида. Они вошли тоже. Там есть целый ряд авторов, которые перечитаются в Гемарии. Вот мы, может быть, как-то это затронем. Но письменная традиция – это вот один момент. Скажем, то, что говорится, Мизмор и Давид, Шир ли Давид, да. Мизмор и Шир ли Давид, да. И в конце книги Шмуэля есть целый псалом, который восхваляет Всевышнего, который помогает на войне. Он прямо как бы взят из книги псалмов. Взят и перенесен в книгу Шмуэль Бетт. А то, что касается, когда был сказан какой псалом и так далее, это действительно только устная традиция. Это можно смотреть. А само создание, если так можно сказать, само создание, оформление всего корпуса, да, нам известно, добавлялось, когда добавлялось, в каком виде весь корпус стал, я извиняюсь, сколько, 130, сколько всего псалмов? 150. 150, слегка, да. Ну, вот я чувствовал, где, окей, 150. Вот эти вот 150, известно, к какому времени сформировался весь корпус? До возвращения из Бабеля, до Эзра, да, все очень плавало. И под вопросом, как мы знаем, было, войдут ли определенные книги в Танах, не войдут ли они в Танах, да, Бен-Сира – это пророческая книга, как бы сказали, Богов-то вдохновенные, или это просто мудрость человеческая. И все эти вопросы обсуждались Аншей Кнессе Тагдула. Ключом к формированию, ключом к формированию всех текстов, не только псалмов Давида, но и всех текстов, которые тоже, как бы, плавали, вот, были неопределенными, является пророк Еремияку. Он всю свою работу передал Эзре, да, А Эзра, придя уже из Вавилона, люди Великого Собрания, они, как бы, то, что, как называется научным языком, канонизировали Танах. Закрыли все проблемы. Еще какие-то проблемы обсуждали из Дурабиакиева там, но это большей частью, как бы, теоретически. А вот можно было бы или нет, но, в принципе, люди Великого Собрания закрыли все вопросы. Окей. Розеев, а шалмы Давида, непосредственно самого Давида, они уже в храме Шлома исполнялись? Конечно. С самого начала они исполнялись уже в Ярушалайме, при Давиде, и Шлома взял весь тот порядок, который установил Давид. Хорошо. Ладно. Вот. Я благодарен всем за внимание. Очень радостно, что столько людей присоединилось. С моей точки зрения, эта тема очень важная. Можно много говорить о Галахе, можно разбирать проблемы Гемары или чего-то еще. Когда-то нужно поговорить о духовном мире, о духовных проблемах, и попытаться немножко приподняться духовно. Это человек может сделать только сам. Его нельзя приподнять, никто другой не может это сделать. Можно обратиться, можно что-то попытаться показать. Но, в принципе, это духовный мир, это индивидуальная работа каждого человека. Мне кажется, настало время затронуть эти проблемы. Спасибо большое. Вам вопросы можно будет, да? Да, пожалуйста, по почте можете присылать вопросы, если могу, отвечу. Организационный, если можно, с лиха, да? Да, пожалуйста, да. Организационный, если можно, я хотел сказать, мы, блин, это называется, да, и в качестве религиозного оформления того, что я скажу, и в качестве как бы конкретного регламента, мы не гарантируем, но мы очень надеемся, что нам удастся вот занятия по Таилим осуществлять раз в две недели. Окей? И плюс к еженедельным занятиям про пророкам, и вот эти раз в две недели занятия по Таилим, в наших глазах это продолжение той программы Израиле-человечества, которую мы проводили в течение полутора лет. Значит, соответственно, объявления о том, когда будут проходить эти занятия, они во всех известных вам местах, а именно есть специальный чат в Телеграме, есть группа в WhatsApp, в которой тихо, в которой только сообщения, есть рассылка, есть мой мейл, пожалуйста, напишите мне, если вы, ну, поскольку те, кто сейчас как бы вошли, по-видимому, они пользуются, получают по одному из этих известных способов. Если у кого-то есть проблема, пожалуйста. Все это стоит потом в записи на канале Lelmod, Lelmod.org в YouTube. Если будут силы, возможности и так дальше, то был, как бы есть специальный сайт, который мы тогда посвятили, программе Израиле-человечества, Lelmod.ru. Если будут силы и возможности, я постараюсь каким-то образом его восстановить и так дальше. Начиная со следующего занятия, будут некоторые организационные пожелания, которые связаны, скажем так, с просьбой к участникам постоянным тем или иным образом помочь нам финансово. Сейчас не буду никого нагружать, так это говорится, по-моему, сейчас по-русски, а напишу это в отдельном сообщении. Хорошо? Все? Мы на этом можем закончить сегодня? Да, спасибо всем огромное. Спасибо. Спасибо. Спасибо, Равзея. Спасибо вам. Спасибо огромное, Равзея. Окей. Всем счастливо. До свидания.